Цифровое рабство не за горами. Оно уже здесь, оно уже здесь, оно уже наступило. Для большинства это произошло незаметно. Так, с конца девяностых годов начали эти пластиковые карточки. Вроде отказался эксперимент, да кто будет эти пластиковые карточки. Но они впихивали, впихивали, десятилетия, полтора-два десятилетия впихивали, и они наконец впихнули, когда все превратилось в свою противоположность. То, что должно было защищать людей, стало способом их ограбления. И то, что сейчас спелись вместе операторы мобильной связи, банки, средства массовой информации, владельцы крупнейших фирм, предоставляющих интернет-услуги и крупнейшие порталы социальных сетей. Все это спеклось в один конгломерат. Еще там нет единого хозяина, но единая идея у них одна. Это полностью выпотрошить все человеческое из человека. Они этим занимаются каждый день. Если кто-то пытается использовать их инструментарий в пользу именно человеческого, то там есть механизмы подавления. Я только вот с удивлением узнал, оказывается, социальная сеть Facebook тихо и незаметно превращает открытые для всех группы в закрытые. А почему? А чтобы личные данные не утекали. А так они не утекают. То есть придет человек, попросится, мы его включим, он не прочтет личные данные всех, кто здесь присутствует. Все это ложь, конечно. Эти вот запреты на ютубе. Чисто идеологически. Ничего нельзя про Холокост. Нельзя критиковать никаких там вот этих негритянских повстанцев, этих потомков рабов с рабской и бандитской психологией, которая воспитывалась многие годы. Ничего нельзя. Вот ничего нельзя сказать, что по существу важно для формирования мировоззрения. Это одна сторона. Другая сторона, все, что у вас есть, вам не принадлежит. Ну, как у меня, из Росреестра убрали домик. Нет. Нет дома, который стоял в деревне. Вот родовой дом, наследственный, разделен был наследниками на четыре части. И он исчез из Росреестра. Просто исчез. Мы говорим, вот документы, вот свидетельство о собственности, вот поэтажный план. Вот все есть. Они говорят, а мы не знаем, куда делись, куда все это делалось. Почему-то кто-то вот исключил. А кто, как? Это, говорят, Конституция будет действовать. Ребята, не смешите. Конституция не действовала никогда. В Конституции записано, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Вот взяли и решили. Кто-то там вычеркнул. И все. И нет собственности. И какой-то проходимец, организовавший все это, разрушил дом. И все. Мы теперь говорим, так, а компенсация? Что? Суд. А суд, да, год-полтора-два, суд. И наконец суд приходит к решению. У суда закончились какие-либо возможности, исчерпались возможности для выяснения причин, почему в Росреестре нету этого строения. Ну, все, приехали. Суда не существует. Значит, не существует никакого закона. Значит, вот эта распоясавшаяся мошенническая сволочь получает все возможности для своих черных дел. И все абсолютно то же самое с банками и операторами мобильной связи и теми, кто предоставляет интернет-услуги. И там нет никакого контроля и не может быть, потому что не для этого все организовано, потому что есть идеологическая доктрина цифровизации. Рупором, который является сегодня Герман Греф, глава Сбербанка, ничего вообще не понимающий ни в экономике, ни в финансах, ни вообще в чем-либо еще. Абсолютно безграмотный, инфантильный человек. Но его поставили провозглашать вот эти истины, которые, будь то бы, являются чем-то таким современным. И современным для них является рабство для всех нас, то есть мы все несвободные люди. И свобода мошенничества для избранных негодяев в России во главе с Владимиром Путиным, официальный как бы лидер этого негодяйства. И рядом где-то тот совсем уже ближний боярин Герман Греф, который с этой вот концепцией цифровизации выступает. Результат цифровизации, у вас нет собственности, она случайно просто у вас, она никому не интересна, поэтому ее никто у вас и не отнимает. А захотят отнимут. И у вас нет средств, и они не отнимаются только потому, что пока их просто, как Чубайс однажды сказал, ну денег просто очень много, ну их очень много. Человек, который в жизни никогда не произвел ничего полезного, ну кроме вреда, естественно, никогда ничем не умел и не знал, как руководить, который вдруг оказывается таким успешным, что дальше ехать некуда, он своим боярам или своей челяди говорит, ну денег так много, что вот дальше ехать некуда. Вот у них полно этих денег. И когда им будет на что-то не хватать, они возьмут у вас. Ну они ломают бюджет каждый раз и так далее. Они не направляют в бюджет то, что должно быть направлено. И счетную палату возглавляет полный, конечно, неучий, который ничего не может сделать и никогда не будет заниматься этими вопросами по существу. Так, по сусекам, по скребли, просто показали, что вот как-то чуть-чуть бюджетный процесс контролируется. А на самом деле этого ничего нет. На самом деле все направлено на то, чтобы, если захочется вас ограбить, вас ограбят. Так же, как сделали со мной недавно, тут я репортаж не буду повторяться. Нужно будет отключить мобильную связь без проблем. Нужно вам будет отключить интернет легко. Все, что захочет сделать эта негодяйская группировка, они сделают. И единственное, в чем они просчитываются, как люди абсолютно бездуховные, они не понимают, что Господь, поругай, им не бывает. Что за все придется ответить. И хорошо, если придется ответить на этом свете. И неверующим человеку это непонятно. Ну, как вот мы не смогли посадить там вора Лужкова, негодяя-алкоголика-изменника Ельцина, Пашку Грачеву, этого подонка, который был министром обороны РФ при Ельцине. Шойгу, наверное, тоже в мир иной отправится раньше, чем его в тюрьму посадят. Вроде как это, да нет, мир настолько милостив, что гнева Божьего уже перестал бояться и не знает, что это такое. Ну, это же будет. Мы же знаем, что у подавляющего большинства вот этих людей, внешне успешных, дети, подонки, наркоманы, которые родителям не приносят никакой радости и обессмысливают их жизнь. Да, они там могут ходить в больших погонах, как там Бортников, увешан всеми орденами, которые, наверное, как коллекционер ему особые такие условия создает Владимир Путин. Ну, вот тебе, как коллекционеру, вот еще новая медалька вышла, на тебе еще одну. Лужков таким же коллекционером является там, ну, и многие другие. Они вот все такие увешанные орденами, но они эти ордена на люди никогда не оденут, потому что это сплошной позор. Одно дело, маршал Победы выходит в орденах, у него как панцирь такой из орденов. Другое дело, выйдет какой-нибудь предатель, власовец, изменник, весь увешанный там за заслуги перед Отечеством, там орден Невского, орден такой, орден сякой. Вся грудь у него будет увешана, не уместится, столько наград Путин раздает своей придворной сволочи. Но мы же понимаем, что все они ничтожества. И они в глубине души это понимают. Это мука несуществования, это не личности, это черные дыры. И посмертно-то за все свои подлости они ответят это уже надежно. Желательно их, конечно, как-то от этого уберечь и осудить таким мирским судом, который будет суров, но справедлив, но он мягче, чем посмертное наказание, он дает возможность покаяться до смерти. Они им этого не понять. Все, кто организует эти мошеннические операции, измену, сдачу национальных интересов, всем тем глупцам, которые берутся управлять тем, в чем они не понимают ничего, всем им достанется. Но лучше, чтобы это досталось им после очень быстрой, бескровной и стремительной русской национальной революции. О чем я и желаю, и всем нам тоже рекомендую вложиться в это дело, чтобы русская национальная революция освободила нас от груза ужасных грехов, соучастия в этой бесовщине, которую нам организовали коммунисты, превратившиеся в либерастов, а потом даже в каких-то вроде бы патриотов, патриотов, патриотизма никакого отношения, конечно, не имеющих. Мы должны их смести, мы должны из вот этого, этой навозной жижи все-таки выкопать где-то бриллианты лучших людей, которых выдвинуть на ведущие посты. Естественно, самый главный пост первый. И все от этого рыба тухнет с головы, а Российская Федерация с поста президента. Вот не надо, чтобы там появилась тухлятина послепутинская за русскую национальную власть. Слава Руси!